Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о скрипичных смычках. У меня сейчас на руках есть вот такой вот интересный экземпляр. Это так называемый аршеклассик, смычок классического периода, а в правой руке у меня мой обычный, скучный, современный смычок. Сегодня мы с вами сравним их по длине, по весу, по звучанию, и я, конечно же, их протестирую на своей скрипке. Я немножко волнуюсь за эту часть, поэтому давайте не будем затягивать, и поехали! Давайте начнем с небольшого экскурса в историю. Мы не будем с вами сейчас разбирать всю эволюцию смычкостроения, но вспомним основные временные периоды развития музыкального искусства. Нас интересует барокко, классицизм, романтизм, 20-й век и модернизм. До барокко еще был ренессанс и другие временные периоды, но именно что касается смычков, нас по большей части интересует именно барокко, классицизм, романтизм. Итак, я знакома с барочными смычками и с барочными инструментами, и вы наверняка тоже что-то слышали о Виоле да Гамбо или Виоле да Браччо. И у нас в консерватории даже существует специальный курс, называется «Семинары барочной игры». Там мы приходим, мы можем играть на барочных инструментах барочными смычками. Выносить эти инструменты из консерватории, разумеется, нельзя, то есть это все под каким-то присмотром, все эти инструменты и смычки застрахованы. Если ты хочешь позаниматься на таком инструменте, например, поиграть в свою программу, там, Баха или что-то ты играешь барочное, ты можешь зарезервировать время и даже позаниматься с педагогами-барочниками. Это классная опция, и у нас вообще в консерватории есть даже целый отдел. То есть если ты хочешь играть только на барочных инструментах, ты можешь поступить на департамент «Музик энсьен», как бы «старая музыка» дословно переводится, и заниматься только барочной музыкой, и укупляться вот в эту специфику. Вообще в Европе очень популярна вот эта тема. То есть люди, во-первых, они интересуются, ходят на концерты барочной музыки, где именно аутентичное исполнение, да, в аутентичном строе, на аутентичных инструментах. И в целом я знаю много музыкантов, которые вот уходят в эту барочную стезю и остаются там, потому что, ну, это совершенно другой мир, да, то есть это совершенно другая техника отношения, звукоизвлечения. То есть, мне кажется, сложно быть и там, и там. Но, тем не менее, в консерватории, да, на наших современных инструментах с современными смычками мы всё равно должны имитировать вот эту вот игру, будь то барочный период, классический, романтический, да. То есть у нас есть эта чёткая градация, и обычно на любых прослушиваниях и конкурсах обращают внимание на то, как ты способен воплотить в своей игре вот специфику того времени, специфику звукоизвлечения, специфику атак. Стиль — это то, что ценится и то, на что обращают внимание. Таким образом, до января этого года я была вот знакома с тем, что существует барочный инструмент, барочные смычки. Но, простите мне мою необразованность и неосведомлённость, я не знала, что существует... Точнее, даже не то, что не знала, я в принципе не задумывалась о том, что существуют смычки и классического периода, то есть между вот этим барочным и современным. Как я уже сказала, смычок, скрипичный смычок, прошёл достаточно большую историю совершенствования, и вот мы имеем вершину этого искусства, смычок, который отвечает всем современным стандартам, который позволяет извлекать мощный звук из любой скрипки, который абсолютно консистентный по всей длине, и владению которым мы, собственно говоря, и учимся в консерватории. Но вот в этот промежуточный период, период классицизма, который на самом деле не такой уж длинный, но у него тоже есть своя специфика, когда мы говорим о классицизме, в первую очередь композитор, который приходит в голову, это, конечно же, Моцарт. И Моцарта мы играем очень много, и по стилю там очень много придирок и очень много особенностей. И я никогда не могла подумать о том, что кто-то может иметь в своём запасе смычок классического периода для игры, произведений именно в этом стиле. И каково же было моё удивление, когда в декабре прошлого года, получается, мой педагог по специальности вдруг достаёт из своего футляра один, второй смычок аршеклассик, и оказалось, что она всегда носит с собой один смычок современный и один смычок классический. В этот момент я была просто шокирована, потому что ты живёшь 17 лет, играешь на скрипке одним и тем же смычком, и вдруг узнаёшь, что у кого-то всегда с собой есть палочка-выручалочка, смычок аршеклассик. Чем же так хорош этот смычок? Мы с вами сейчас всё это обсудим, но суть в том, что играть им классическую музыку в понимании классицизм намного-намного проще, и это просто выходит из-под твоих пальцев без каких-либо усилий, тогда как современным смычком нужно всё время быть в курсе и думать о том, какой стиль ты играешь, как должна начинаться нота, как должна оканчиваться нота, про скорость смычка, про всё. С этим смычком этого не происходит, но, как я уже сказала, сейчас мы всё это посмотрим вместе с вами. В общем, тогда мой педагог по специальности мне дала этот смычок, и вот он у меня уже два месяца. Она мне его дала по большей части для того, чтобы я занималась при помощи его 14-м капризом Паганини, это который начинается в данных нотах, я уже отыграла его на экзамене, на экзамене я играла с современным смычком, но даже тот факт, что у меня была возможность заниматься дома смычком, вот этим классическим, это меняет как будто бы способ держания и способ взаимодействия с современным тоже, потому что здесь автоматически рука ведёт себя по-другому, потому что здесь сам смычок, за счёт того, что он немножко по-другому устроен, у тебя меняется способ звукоизвлечения, то, с какой скоростью ты ведёшь смычок, где ты его держишь, и если потом я это перекладываю на свой современный смычок, получается что-то похожее. И в целом это был такой неплохой тренажёр для меня, для того, чтобы мягче брать все эти двойные ноты, аккорды. Сейчас мы с вами перейдём именно к спецификам этого смычка, подробно рассмотрим, как он устроен, из чего он состоит, но перед этим я хотела бы у вас спросить, вы, скорее всего, живёте в России, в Украине, в Белоруссии, в Казахстане. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы вообще когда-нибудь о классических смычках? Потому что я, будучи в Петербурге, отучившись 4 года на театральной площади, никогда ни у кого не видела классических смычков. Да более того, я и барочных не видела. Единственный раз, когда я вообще столкнулась с тем, что кто-то играет именно барочным смычком, это было на концерте Synergy Orchestra в 2017 году, там Сеня Гуревич, который учится в Берлине, играл соло вот этим вот смычком барочным, и я обратила внимание только потому, что у него спица, ну вот этот конец смычка, он, ну, он отличается. На этом смычке она не отличается от современного, но на барочном смычке она такая, очень причудливая такой форма, достаточно большая, и ты сразу обращаешь внимание. Вот, напишите в комментариях, слышали ли вы раньше когда-нибудь вообще о существовании таких смычков и видели ли. Итак, переходим к спецификациям этого конкретного смычка. Этот смычок был произведен французским мастером по имени Пажо, он 19 века, стоит он очень много, 5000 евро, но мой педагог так легко мне его отдала, потому что он застрахован на случай кражи, поломки и вообще чего угодно, поэтому вот он вот так. Бери, пользуйся, играй. Давайте внимательно посмотрим на колодочку. Как видите, колодочка очень интересно сделана, она открыта. В современном смычке, видите, волос, он полностью закрыт специальным перламутром, который закрывает вот это вот основание волоса. В колодочке у классического смычка полностью отсутствует металл, то есть она намного легче, чем колодочка современного смычка. Здесь все выполнено из слоновой кости, вот здесь вот такая вот длинная проволока, или как это называется, серебро, потому что хват у этого смычка намного более высокий. Из-за того, что он сбалансирован немножко по-другому, его хочется сразу взять чуть-чуть повыше, и это меняет, естественно, способ звукоизлечения. Количество волоса. На современном смычке волоса намного больше, чем на классическом. Я недавно как раз перетянула свой смычок, так что можно сравнить, что количество волоса здесь намного меньше. Кроме того, здесь отсутствует вот эта вот, ну, типа мягкая часть кожаная, которая есть на современном смычке. По весу этот смычок легче, чем современный смычок, то есть им проще управлять и проще задать ему нужную скорость. По длине два этих смычка абсолютно не отличаются. Можно заметить, что волос в колодочке имеет изгиб, то есть он спускается как будто бы к середине смычка, тогда как здесь более прямая и ровная линия. Итак, друзья, на этом специфики каждого смычка заканчиваются. Я надеюсь, что я ничего не забыла. Сейчас мы с вами попробуем ими поиграть. Большой дисклеймер. Конечно же, микрофон не сможет полностью передать различия в звуке, потому что они достаточно субтильные и достаточно тонкие. И, конечно же, человеческое ухо слышит намного больше тех же тембровых возможностей, каких-то обертонов. Кроме того, на разных инструментах и разными людьми, конечно же, эти смычки могут играть по-разному. Но я попробую все-таки вам показать и подержусь своими впечатлениями о том, как я слышу и что я чувствую, когда играю разными этими смычками. Приятного просмотра! Итак, добро пожаловать в тесты сравнения наших замечательных смычков. Мы начнем просто с одной ноты на струне ля и я начинаю с классическим смычком. Давайте послушаем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что я слышу, что я наблюдаю, это то, что в классическом смычке ближе к спице, ближе к концу смычка звук немножко филируется. Я не знаю, насколько мой микрофон передает вот эту вот разницу. Мне кажется, что современный смычок сконструирован так, что при равномерном распределении веса руки без каких-то поддавлений, без ничего, в принципе, звук, он консистентный от начала до конца и мы сейчас, современные скрипачи, мы к этому стремимся. А вот в классическом смычке я ощущаю, что здесь он как будто бы заточен на вот это постоянное напряжение расслабления, то есть взятие звука, отпускание. И в принципе классическая музыка именно этим и славится. То есть как будто бы в звуке больше воздуха и концы нот они очень легко и свободно отпускаются, улетают в пространство. Дальше следующая особенность этого смычка в том, что им очень легко берутся аккорды. Вообще аккордовая техника на скрипке она достаточно сложная, потому что если передавить будет слишком жестко, будет некрасиво, будет скрипеть. У меня есть ощущение, что именно начало аккорда, особенно у колодочки, она намного более очевидная и жесткая, тогда как здесь ты как будто бы на каких-то рессорах, таких вот на пружинах ложишься в струну. В общем, это мое такое наблюдение, что можно абсолютно без страха брать любой аккорд, любые двойные ноты, не бояться положить весь вес руки на начало аккорда, и в общем в этом есть некоторая специфика этого смычка. Так, и последний тест, который мы с вами проведем, я вам сыграю начало третьего концерта для скрипки с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта разными смычками, и у вас будет возможность именно на музыкальном примере сравнить, как звучит скрипка при использовании того или другого смычка. Амадея Моцарта Играя Моцарта Вот и все, дорогие друзья! Я не знаю, смогли ли вы почувствовать разницу между игрой одним и другим смычком, но даже если нет, я надеюсь, что это видео было для вас по крайней мере познавательным. Я показала вам, как выглядит смычок классического периода, а также наконец-то преодолела свой страх перед камерой, когда я со скрипкой говорить на камеру я, кажется, уже научилась. Вот, теперь следующий шаг это не бояться играть на камеру. Вот, я жду вас в комментариях, пожалуйста, напишите мне слова поддержки, я правда очень волновалась перед съемкой этого видео. Я надеюсь, что у каждого скрипача, который смотрит мой канал, будет однажды возможность попробовать поиграть и барочным смычком, и классическим. И, конечно, вне зависимости от того, какой у вас смычок, нужно очень много заниматься для того, чтобы что-то получалось, а другие какие-то гаджеты, агрегаты, какие-то новые способы, всё это только для того, чтобы вам было проще и продуктивнее заниматься. Но, естественно, один смычок это не волшебный смычок, он не научит вас играть правильно Моцарта. Придётся рано или поздно научиться играть все стили одним смычком, современным смычком, ларше модерн. Но ничего страшного, для этого ведь мы и учимся. Всё, я вас обнимаю, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok